Приветствую вас и о сновидении вообще, если мы говорим о профессиональном толковании. Сновидение это отражение наших желаний. И они же ображают или могут отражать то, чего мы боимся. В данном случае, в данном конкретном случае речь может идти о том, чего вы хотите, и вместе с этим о том, что не дает вам получить то, чего вы хотите. То есть, когда вы, например, в комнате, и все, как вы говорите, вот, например, гиперреалистично, это означает, что, ну вот, скорее всего, это означает скорее всего, что вы в этой комнате хотите, что вам это по душе, что вам это как-то интересно, что вам это, ну, нравится. Вот. Вы идете по направлению к кухне, то есть, вы идете сами туда, ну, на кухню, вы хотите туда идти, вы идете, вот, и, соответственно, что происходит дальше? Ну, вас нападают какие-то существа. То есть, вам не позволяют, да, вам не позволяют делать, делать то, что вы хотите, ну, либо сделать, либо все делать то, что вы хотите, да, либо достичь того, чего вы хотите. Кто помещает вам? Кто-то, кто-то или что-то вам мешает. Вот, собственно, с этим и нужно разбираться, что или кто мешает вам, чувствовать себя, например, в безопасности. Ну, вот, как вот вам хочется, да, то есть, вы живете в доме, то, наверное, в какой-то их комнате чувствуете себя хорошо, вы же знаете себя комфортно в доме, вам же, наверное, ну, приятно вам, наверное, удобно, вы, наверное, не чувствуете, ну, никакого негатива, вот, и так далее, да, то есть, скорее всего, вам, ну, спокойно, вот. А потом на вас кто-то, кто-то нападает, и вы моментально сразу же перестаете чувствовать себя комфортно, да, то есть, вы сразу начинаете бояться, сразу начинаете испытывать страх, да, вот, это говорит о том, что вам кто-то угрожает, ну, либо кто-то, либо что-то, вот, вам угрожает. И поскольку, поскольку ваш сон снится вам несколько лет, а вам 28, то есть, сон снится не всю жизнь, да, а какое-то определенное время только, вот. Ну, это значит, что были, были какие-то обстоятельства, обстоятельства, были какие-то, обстоятельства, которые повлияли на вот то, что вы сейчас чувствуете, видите в осени и так далее. Вот это, конечно, неприятно очень, вот, но тем не менее. И с этим нужно разбираться. Что именно происходило в вашей жизни непосредственно до, так скажем, начала этих сновидений? Что с вами было? Какие эмоции вы испытывали? Когда в жизни вы испытывали такие вот чувства? Именно когда? Понимаете? Вот. И вот так вот ассоциативно, ассоциативно вы будете приходить к пониманию того, что за этим стоит, что за этим скрывается. Вот. И, собственно, собственно говоря, однажды вы придете к этому пониманию. И увидите, что хочется вам сказать ваше, ваше, ну, подсознание. Что она пытается вам сказать? Что она хочет? А чего вы хотите? С чего вы хотите? Сами. Да? То есть вот. Что вам-то нужно? С самой. В чем у вас-то проблемы? Какие у вас желания, да, возникают в этот момент? Вот. Чего хочется, например. В чем нуждаетесь, например. Опять-таки. Понимаете? Вот. Все вот это можно, в принципе, проанализировать. Да? И тогда у вас будет возможность, довольно хорошая возможность у вас будет увидеть причину этого страха. и перестать испытывать какой-то вот страх из-за того, что происходит. Перестать бояться. Вы действительно сможете перестать бояться. Вы действительно сможете перестать это делать. Вы действительно сможете освободиться от поведения. Оно перестанет быть продиктованным вашим подсознанием вам. Потому что пока есть какие-то желания, которые вы реализовать, например, не можете или не осознаете. Вот. А если вы это сделаете, то все, поведение больше не нужно будет появляться вам. Ну или по отношению к вам. Вот. И все. И никаких проблем у вас больше не будет. Естественно, это работа над анализом, да? То есть нужно будет смотреть, что с вами происходило. Когда? Как? Как? Какие эмоции у вас были? Вот. И так далее. Ну, совершенно очевидно, что при грамотном подходе проблема, в принципе, решается. Если у вас будет желание проблему решить, то она решается, в принципе. А решается она... Я бы даже не сказал, что она решается как-то тяжело. Ну, просто, возможно, вот, тех, аналитические сессии, свободная ассоциация, вот, структура ваших желаний, да, структурирование, структурирование вашего подсознательного, скажем так. Вот. Вот. И все, и все. И, соответственно, корректировка поведения. Пожалуй, то, что вам нужно будет сделать. Вот. Ну, в принципе, в принципе, с психологом это сделать легче. Вот. Сэкономите вы время, экономите вы свои силы, сэкономите вы энергию. Вот. И так далее. Созлятельно на мотивацию. То есть, смотрите, вот. Влияет ли, да, как-то негативно ваше сновидение на вас? Да, просто, ну, на то, что вы там, например, делаете, на то, что вы, например, там... на то, как вы живете, да, и так далее. Вот. То есть, если влияет, да, если вы прямо вот видите, как это влияет, то, естественно, если вы видите, как это влияет, то вам хочется это, ну, как-то поменять, да, вам хочется это изменить, вам хочется это убрать, если вы видите, как это на вас влияет. Если не влияет никак абсолютно, да, то, соответственно, понятно, что, как бы, мотив, да, мотива будет гораздо меньше. Вот. И здесь же вам нужно решить самой, хотите вы или нет, будете вы или нет, ну, работать над собой. Вот. И здесь самое главное не рассчитывать на какой-то такой быстрый результат. там, кстати, анализ сновидений, тут, может быть, все-то укорно. Вот. Но, ну, ну, можно и нужно, можно и нужно этим заниматься. Вот. Соответственно, так можно вам ответить на ваш вопрос, да. Вот. Понимаю, что, ну, что, наверное, вам этого мало. Вот. Скорее всего, мало. Вот. Но. На данный момент больше рекламная работа с клиентом, да, то есть, чтобы непосредственно заброс, непосредственно, так сказать, выстраивание ассоциативных цепочек, да, с клиентом. Вот. И, соответственно, приведение клиента к состоянию инсайта. Вот. Поэтому здесь, конечно, нужно анализировать. Вот. Вполне вероятно, что, как бы, есть, есть, эм, отголоски у вас, э, из вашей жизни, из вашей деятельности какой-то. Вот. Вот. Может быть и такая история тоже. Вот. Ну, вероятно, что просто какая-то обида у вас на кого-то или какая-то сильная негативная эмоция была. Вот. А вы эту эмоцию никак не выразили, да, никак ее не отреагировали. Вот. И она у вас закрепилась в виде сновидения. Вот. Такое, в принципе, тоже бывает. Это неприятно безусловно, но это бывает. Вот. Но все это, как я уже сказал, да, все это решаемо. Все это более чем решаемо. Главное, чтобы у вас, чтобы у вас было желательно. Вот. Помочь вам можно. Значит, э, пока вы, ну, не сделали ничего, да, пока вы, э, не выбрали, да, вы, возможно, еще только думаете, будете ли вы работать или нет. Там и к анализу, и черт, и второй процесс. Процесс не быстрый, да. Пока вы думаете, я рекомендую вам, э, э, быстро ассоциировать, да, вот. Когда в вашей жизни вы испытывали вот такие чувства, как во сне, вот. Попробуйте. Попробуйте подумать на эту тему. Вот. Попробуйте проанализировать и попробуйте вспомнить, что тогда произошло. Вот. И что из этого вас до сих пор волнует? Какой конфликт внутренний может быть, да, остался неразрешенным до конца на данный момент? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok